Всем привет! Сегодня я вам покажу, как скрыть рот-права Magisk на вашем смартфоне. Допустим, у вас не работает Google Play или Samsung Play или еще что-то очень важное, но которое не хочет работать из-за присутствия рот-прав на телефоне, из-за модификации. Сегодня я вам покажу, как с помощью Magisk скрыть рот-права от вашего телефона, и чтобы все нормально работало. Итак, сначала заходим в Magisk, нажимаем настройки, потом нажимаем пункт скрыть приложение Magisk. Hide the Magisk App. И вводим сюда любое название, допустим, Settings. Это действие нам переделает приложение Magisk, что оно будет под другим названием, будет отображать настройки типа Settings. Вот. И все у него будет скрыто. То есть система будет думать, что это не Magisk, а какое-то другое приложение. И все. Теперь у нас имя пакета совсем совершенно другое. Какое-то рандомное. Не Magisk. Вот. Это поможет, если, допустим, какие-то системные приложения, они трагерятся именно на имя пакета самого Magisk. Вот, чтобы искать приложение. Дальше, второй пункт, надо включить Ziggisk. Вот, Ziggisk, тут должна быть галочка вправо переведена. Вот, Ziggisk, он скрывает root-права от определенных приложений. Вот. Нажимаем активно DenyList. Перезагружаемся. И настройка DenyList. Вот. Заходим сюда. И тут у нас будут все приложения, которые мы отказываем в root-правах. Они их будут не замечать. Вот. У меня тут практически все приложения находятся. Ну и третий пункт, это мы заходим в модули. И надо будет установить вот такой вот модуль, который называется Universal Safety Net Fix. И обязательно мод от DisplayX. Вот. Этот модуль скрывает изменения в системе в принципе. Так, чтобы скачать этот самый модуль, мы вводим Safety Net Fix DisplayX. Вот. Обязательно нам нужен мод именно DisplayX, иначе он будет работать не особо корректно. Вот. Видим вот этот вот Safety Net Fix. Модуль у нас. Вот. И заходим на релизы. У нас тут релизы. И здесь мы видим Z-прохив с этим самым модулем. А если 2.4.0. Мы сюда нажимаем, и он у нас скачивается. Весит всего 130 килобайт. И так далее. Мы заходим в вкладку модули. Нажимаем установить из хранилища. Или если у вас английская версия, то Install Frame Storage. Как-то так. Вот. И ищем наш модуль. Вот он. Нажимаем на него. И у нас предлагают установить. Мы нажимаем OK. И у нас начинается установка. Но так как он у меня уже установлен, нажимаем отмену. Вот он. Он у меня уже есть. То есть, когда вы его активируете и перезагрузите телефон, то у вас будет образоваться, что загрузчик заблокирован в системе. Вот. Даже если вы его разблокировали, то будет заблокирован загрузчик. Он будет ображаться в настройках. И если вы запустите такое положение, как SafetyNet Check. Вот. SafetyNet Test. Вот. Запустите Run Test. И у вас покажется результат, то что, да, система не изменена. Тест будет пройден.